Великим днём называют Пасху. Это день особенный для каждого из нас. Он наполнен животворным светом благодатного огня, наполнен ликованием и волнением людей, пришедших в христианские храмы, чтобы сказать друг другу «Христос воскресе!» и услышать в ответ вечные слова «Воистину воскресе!» Пасха, светлое Христово воскресенье – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Её ждут, к ней готовится Пасха – самый главный праздник Православной Церкви. Торжественное и трепетное ожидание его для людей сочетается с особыми приготовлениями. Приготовлениями, которые очищают душу и сердце, с чистыми помыслами встречают Православную Пасху Христову. Для этого праздника нет границы расстояний. Именно эту мысль озвучил глава региона Константин Сумер, обращаясь к верующим Самвона Святого Воскресенского храма. Жизнь на земле для человека всё равно когда-то заканчивается. Но какой это жизнь была и какова участь человека в вечности, свидетельствуют его дела. Если Пасха, по слову святых отцов Церкви, это приход Христа в человеческое сердце, то жить человек должен так, чтобы оставить своим детям, внукам, правнукам красивый, гармоничный, уютный и чистый мир. Дорогие жители области, я сегодня хочу от души всем сказать огромное спасибо за тот труд и за то понимание, с которым вы всегда относитесь к тому или к тем событиям, которые нас наполняют. И не зря вот наш белорусский народ показывал примеры трудолюбия. И я думаю, что это ещё раз подтверждается то, что мы с вами делаем у нас на территории Брестской области. Беларусь всегда называет страной добрых людей. И я хотел бы, чтобы эти наши пасхальные праздники открыли не только доброту нашу, ещё больше, но и открыли самые лучшие черты душевности, чтобы мы чтили друг друга, хранили друг друга и этим самым показывали пример нашим детям. Я желаю всем вам сегодня, чтобы ваши дома, ваши семьи всегда в ваших семьях царило спокойствие, мир и добро, чтобы у вас и ваших близких всегда было счастье, чтобы была очень долгая и длинная жизнь. Я желаю вам всем крепкого здоровья и, конечно же, спокойствия мира, добра и спокойствия ваших души. Я ещё раз поздравляю всех вас с этим прекрасным, великим праздником и хочу сказать Христос Воскресе! Христос Воскресе! Участие руководителя области и города в праздничном воскресном богослужении уже стало традиционным. И это не просто дань традициям, это глубокая уверенность, что православная вера людей помогает делать мир лучше, а помыслы чище. В празднике принято дарить подарки. Не обошлось без этого ритуала и в этот день. Губернатор региона подарил владыке символ Пасхи пасхальное яйцо, а Свято-Воскресинскому храму, вступившему на очередной этап реконструкции, сертификат на 100 миллионов рублей. Я хотел бы сегодня сердечно приветствовать здесь, за этим богослужением, всех тех, кто посетил нас сегодня. Особо предвестую вас, многоуважаемый Константин Андреевич, за то, что вы в своем плотном празднике нашли время для того, чтобы разделить праздник Пасхи со своим народом. Наверное, по-другому и не должно быть, потому что вы и тот народ, и вы с народом, поэтому радуется сердце, что сегодня мы все вместе молимся Господу о том, чтобы Господь даровал всем нам мир и благоденствие. Я благодарю вас за то доброе отношение, которое вы проявляете в Церкви, за ваше такое хозяйственное отношение ко всему тому, что вам предлежит делать на посту губернатора от этой области. Я желаю вам доброго здоровья, помощи Божьей, и чтобы все то, что вы задумали, и все то, что вы планируете сделать ради блага народного Отечества, оно вскорилось бы у вас благословением воскресшего Господа. Владыка Иоанн, в свою очередь, поблагодарил Константина Андреевича за его сердечное участие в главном торжестве православия и на память об этом дне вручил председателю облсполкома подарок символ Великого Дня – пасхальное яйцо. Пристос воскресе! Пристос воскресе! Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова